Щелевая лампа – это один из наиболее многофункциональных инструментов в офтальмологии. На этом видео представлены основные компоненты щелевой лампы и то, как они взаимодействуют между собой. Как правило, различают два вида щелевых ламп – CES или GAG-Straight. Основное отличие щелевых ламп типа CES заключается в том, что в них система освещения находится ниже основного зеркала, а в лампах типа GAG-Straight система освещения расположена над основным зеркалом. Эта щелевая лампа является копией лампы GAG-Straight, так как в ней система освещения, которая здесь вращается, находится сверху. Помимо системы освещения, еще одним ключевым компонентом является система наблюдения или микроскоп, который в данном случае вращается. Эти две системы соединяются с помощью третьего компонента – механической системы. Она соединяет систему освещения и наблюдения. Сейчас видно, как и система освещения и наблюдения одновременно поднимаются, перемещаются в стороны или вперед-назад. Система освещения состоит из источника освещения, который в данном случае находится вверху. Свет от источника освещения затем проходит через ряд фильтров и через диафрагму, которая позволяет изменять его высоту и ширину. Сейчас видно, как меняются фильтры. Можно изменять высоту и ширину щели. При перемещении системы освещения в сторону источник света отражается от зеркала на передней поверхности и направляется в сторону пациента. В этом случае рычаг фокусировки установлен таким образом, что фокус системы освещения, у которой фокальная точка фиксирована, точно наведен на рычаг фокусировки. Фокус системы освещения точно наведен на рычаг фокусировки. Тем не менее, фокус системы наблюдения можно менять, и это позволяет компенсировать нарушение рефракции у лиц, производящих осмотр. В микроскопе обычно имеется такая функция, как изменение увеличения, как это показано здесь. Перед началом использования окуляров микроскопа возможно понадобится их отрегулировать, исходя из индивидуальных особенностей пользователя. По окончании фокусировки каждого окуляра можно изменить расстояние между окулярами так, чтобы они соответствовали расстоянию между глазами лица, производящего осмотр.